На совещание власти Сочи и прокуратура пригласили представителей застройщиков, участников долевого строительства, представителей ресурсоснабжающих компаний. В повестке дня сразу несколько вопросов, касающихся проблемных многоэтажек и жилых комплексов, в их числе ЖК Курортный. Разрешение на строительство, выданное 4 года назад на возведение 53-этажных домов, уже утратило силу. Дома, этажность ряда которых превышена, так и недостроены. Доводить дело до конца будет новый инвестор – компания «Альпика». Сейчас задача предприятия – провести геологические изыскания и скорректировать проект и разрешение на строительство. Учитывая то, что участок ползневой, нужно сделать геологическую обследование. Это занятое. К нему нам нужно привязать этот проект. Все вот это. Где-то сегодня подписано уже соглашение, мы не имеем права это заходить. 1 февраля мы выходим на разрешение на строительство. Я правильно понимаю? Да. Это вы заверяете, так? Мы готовы были и дали согласие на то, что он корректирует и как считает нужным, так и делает проект. Убирая из-под линии высоковольтных то, что настроили, там еще больше сносить приходится. А мы де-факто его утверждаем. Но в рамках законодательства, которое действует на сегодняшний день. Добавлю, что в ЖК «Курортный» сегодня 434 дольщика. Также в ходе совещания обсудили положение дел еще в ряде проблемных многоквартирных домов. Это компания «Ида», «Наш дом Сочи» и «Салют Инвест». Каждому из объектов власти города помогают найти взаимопонимание с ресурсоснабжающими организациями и как можно быстрее заключать договоры на получение тех условий.